Продолжение следует... Трампу было бы, мне кажется, органично. Потому что он позволяет периодически видеть президента, что он живой человек, и с ним общаться. Потому что иначе все пространство заполняется слухами бесконечными, конспирологическими версиями и прочее. Какие-то из них, наверное, частично имеют место быть, какие-то абсолютно надуманные и притянутые за уши. Поэтому, когда люди видят, что вот он Путин, вот он вполне себе живой человек, это полезно. Что касается продолжительности, я могу сказать по собственному опыту. Сейчас мы ведем передачу, она идет 2 часа, но даже фактически час 45. Вот так стало. А раньше у нас передачи были по 3 часа. Но я могу сказать, что я лично к концу этих 3 часов уже уставал. И у нас, правило, перерывы, кстати, были. Да, при этом, что у нас были перерывы, можно встать, выйти, водички попить, чаю и прочее. Уже к концу 3 часов, например, когда на радио у меня лично был вот этот режим, уже хотелось сказать, значит, до свидания, дорогие друзья. Вот так вот, если мягко говорить, да, вот, отвалите своими вопросами. Вот, а здесь 4 часа с лишним, при этом это же не просто. Я вот, скажем, базируюсь на своем опыте, я в основном импровизирую. Вот, а здесь же надо как бы владеть цифрами. То есть это сложно, это непросто. Путина спросили, когда он перестанет обращать внимание на мелкие вопросы. И это было, кстати, знаете, в самом конце, но тем не менее, мне кажется, это очень важный вопрос. И он ответил, если ему удалось поменять судьбу человека, то это вовсе не мелкий вопрос. Ну, ответ, в общем, предсказуемый, но в принципе правильный. Он как бы банален в определенной степени, но он абсолютно правильный. Если вам удалось поменять к лучшему, хотя бы, жизнь хотя бы одного человека, то это уже не мелкий вопрос. Но это с одной стороны. А с другой стороны, вы знаете, как только он перестанет заниматься мелкими вопросами, ему станут говорить, когда вы начнете заниматься конкретными проблемами конкретных людей, перестанете рассказывать про геополитику. Потому что вот некоторое время назад, где-то год назад, полтора, помните, было вот это послание президента. Он много говорил про всякие там эти гиперзвуковые ракеты, значит, про США и прочее, прочее. И что ему в упрек вставили? Хватит нам показывать мультики с гиперзвуковыми ракетами, давайте займитесь проблемами конкретных людей. Значит, теперь он какие-то конкретные случаи решает. Ему говорят, хватит заниматься мелочью, давайте нам по-крупному. Вот, в принципе, это, конечно, есть такая чисто человеческая проблема. Вообще, вот один из, опять же, религиозных деятелей, не буду опять тут углубляться в свою любимую тему, но тем не менее, она-то самая важная, на самом деле. Он сказал такую вещь. Человек такое существо, которому или всегда мало, или всегда много. Вот на себя переложите и точно совершенно это увидите. Но мы не в равновесии. Человеку или все время чего-то не хватает, или чего-то много, или мало все время чего-то, или чего-то много. То есть, во-первых, подобные вопросы – это отражение вот этого обычного человеческого естества. Вот так вот не так, и так не эдак, и эдак не так. Продолжение следует...